Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И конкретно, какую ее часть? Часть, которая говорит о законах злоязычия и сплетен. О законах злоязычия и сплетен, которые очень важны. Человек, который говорит злоязычие или сплетню, нарушает 17 запретов Торы, которые мы уже изучили. И 14 повелевающих заповедей не выполняет. То есть, одновременно просто он делает вещь, которая вредит ему в 31 раз, грубо говоря. Но не сразу, не в один раз. Обычно тот, кто говорит злоязычие, он иногда нарушает один закон, иногда другой, иногда третий. Но тот, кто постоянно в этом варится, он в итоге нарушает 17 запретов Торы и 14 повелевающих заповедей. Значит, это мы предисловие выучили. Сейчас мы изучаем уже детали, детали этих законов и находимся мы во втором, во второй главе, Клальбет. Клаль это правило, да, кстати, Клаль это правило. Правило номер два. И в нем есть, говорит Кафецкаем, здесь я в этом правиле объясню один очень важный закон, важнейший закон. Вот в этих законах есть нюансы, много нюансов. Я объясню сейчас закон, который касается законы злоязычия перед тремя. И в нем будет сейчас, 13 будет подразделов. В этом правиле будет 13 под правил. Значит, начинается все с того, пишет он, что запрещено рассказывать злоязычие. Лошонара, это, мы уже знаем, это вещи, которые позорят ближнего, вещи, которые ему, плохие вещи про него, да, про человека. Значит, запрещено рассказывать Лошонара, даже если это правда, ну, то есть, не даже, а злоязычие, это и есть правда. Афилу Бифнеохи, даже, когда ты одному рассказываешь, и тем более, когда ты многим рассказываешь. И чем больше будет слушающих, тем больше будет его грех увеличиваться. Почему? Потому что с каждым, чем больше слушающих, тем больше увеличивается позор вот того, о ком рассказывают, и тем больше распространяется вот этот вот позор перед людьми. И также этим рассказом он, Макшиль, Макшиль, это, он спотыкает дословно, да, то есть, он сбивает всех, кто его слушает, потому что они тоже нарушают тогда законы злоязычия тем, что они слушают злоязычие, они тоже нарушают. Получается, что тот, кто рассказывает, он такой производитель зла. То есть, у каждого в голове, представьте, вот как это работает, если мы посмотрим на эту ситуацию, с точки зрения такой картинки, что если есть добро, добро это вот то, что приятно, то, что такое светлое, чистое, а зло это такое, как яд. И вот стоит такой один лошанорщик, да, такой злоязычник. Вокруг него стоят люди, такие они стоят просто, ну вот на небо смотрят. И тут он начинает рассказывать, рассказывать какую-то позорящую вещь кого-то. И он говорит, вот, вот вы знаете, там, Саша, и у него такой яд начинает из него идти, такой дым, черный дым такой. И этот дым, он входит в головы, слова это как дым, он входит в головы, вот те, кто слушают, и у них тоже образуется такой черный образ, такая как голограмма, черный образ этого Саши. И он про этого Сашу рассказывает, рассказывает, рассказывает какую-то позорящую вещь, и у них в голове такое черное, 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 черное. Понятно. И сидит этот Саша несчастный, про которого рассказывают, как говорят, что лошанора убивает, злозычи убивают троих. Тот, кто рассказывает, он производитель зла, то есть он, он совершает преступление, да, в духовном плане. Убивает того, кто слушает, того, кто слушает, потому что он до этого сидел и вообще, в принципе, смотрел на небо, на птичек, на солнышко, а тут ему такой дым такой черный в голову пошел. И, естественно, убивает того, о ком говорят, потому что этот Саша сейчас, чем больше людей услышали какую-то о нем позорящую вещь, тем, конечно, ему хуже. Я слышал, вот есть очень много, ну, не очень много, есть какое-то количество детей, подростков, есть такое понятие в школе, как буллинг это называется. Буллинг это когда позорят, ну, ребенка позорят и это самое. И бывают случаи, что дети заканчивают жизнь самоубийством, не дай бог, прямо конкретно заканчивают жизнь самоубийством, это страшная, страшная вещь. И мы видим здесь, что действительно лошонера, злоязычие, оно в концентрированном виде, оно убивает, оно реально убивает, физически убивает. А в духовном плане оно убивает, конечно, еще сильнее. Теперь дальше продолжает Хафисхаем и говорит, значит, говорит следующую вещь, что второй отрывок есть, и он пишет так. Вот сейчас начинается очень интересная вещь, которая, в принципе, посвящена этой книге. Он из-за этого эту книгу всю и написал. Вот такой толщины он из-за этого и написал. Столько законов, столько нюансов. Значит, если бы все было так однозначно, то я думаю, что лошонера не было бы так распространено. Но есть написано в словах мудрецов в Талмуде, написана следующая вещь. Что если трое уже услышали эту вещь, если трое услышали уже эту позорящую вещь, кого-то, вот про этого Сашу, да, стоял один, рассказывал троим. Теперь, когда трое узнали, говорит, его звали, знаете, как звали, этого мудреца в Талмуде? Сейчас я вам скажу точно. Значит, это написано в Талмуде вот так. В трактате, может, кто хочет проверить, есть такой трактат в Талмуде вавилонском, называется он «Баба Батра». Дословно переводится с арамейского языка. Вавилонский Талмуд написан частично на арамейском языке, частично на иврите. Значит, «Баба Батра» это название трактата «Последние ворота», переводится это название. Написано в трактате «Последние ворота». Омар Раба Бар Рав Уна. Сказал Раба, мудреца звали Раба, сын Раба Гуны, Уна. Уна такое было имя в Вавилоне, было у мудрецов такое имя распространенное Уна. Тебя как зовут? Уна. Ну, как произносится Гуна, Гэй такое, да? Коль милта де митамра, коль милта де митамира. Каждая вещь, которая сказана, это на армейском, не на иврите. Ба пи тал тлата, перед тремя. Лейтба мишум лишана биша. Нету в ней лошонаразлое излеча. Почему? Потому что, если трое знают, то уже знают все. То есть, талмуд говорит такую вещь, что у каждого из этих троих есть друзья. И если они услышали, так они расскажут друзьям. А если они расскажут друзьям, друзья расскажут друзьям, друзья расскажут друзьям. И эта вещь уже станет известна всем. Поэтому, если рассказ идет перед тремя, то уже потом его передать не является созданием зла. Потому что, потому что уже все и так знают. Теперь, значит, Хафецхайм говорит. И вот тут он эту идею, что это не так, как там написано, да? Он ее разъясняет вот здесь в 13 главах. Мы пока сейчас не будем туда так глубоко ходить, потому что я сам еще не изучил глубоко. Поэтому я не могу ничего сказать на эту тему. Но Хафецхайм доказывает, что это не так. Он доказывает, прямо вот будет целая глава об этом. Он говорит, да, сказал то, что написано в Талмуде. Это мудрецы, каждый из мудрецов Талмуда, он мог оживлять мертвых. То есть, они были настолько на высочайшем духовном уровне, что каждое их слово. Поэтому вот, чем занимаются евреи на протяжении всей истории. Изучают вот этот Талмуд. Талмуд это 2500 листов. В Талмуде примерно, в Талмуде примерно около 60 трактатов, да? И, значит, 60 трактатов. В Талмуде 32 таких, ну вот, разъясненных. И там разъясняются все аспекты вообще реальности. Вот все, абсолютно. Все вопросы от астрономии, да, как устроены светила, Роша-Шана трактат. Там указано в трактате Роша-Шана, например, продолжительность лунного месяца, оборот Луны вокруг Земли. С точностью до, там, по-моему, 20 или 30 цифр после запятой. 29 дней, и там идут дальше с половиной, там и так-так-так, там 20 цифр. Так откуда тогда это знали, если эту цифру с помощью науки узнали только, когда люди полетели на Луну? Только сейчас. А в Талмуде уже это было написано. В общем, сказал нам Раба Бар Равуна, что если трое слышали этот Лоша-Шана-Ра, то уже это не Лоша-Шана-Ра. Все, уже снимается запрет передавать эту позорищую информацию. Но Хафицхаем здесь, вот этот Хафицхаем, да, который написал эту книгу, он доказывает, что это вообще неоднозначно. Неоднозначно, то есть я пока не могу вам разъяснить, начнем с завтрашнего дня. Я сам глубоко пока не разобрался в теме, потому что, ну вот, очень это сложная тема. Поэтому я вам сейчас расскажу лучше о том, что сейчас мы готовимся к празднику Песах. К празднику Песах. И, не-не, в Талмуде, когда задают этот вопрос, откуда ты знаешь тому мудрецу, который это сказал? Он сказал, что это получил от царя Давида. А царь Давид откуда получил? Царь Давид это получил как пророчество. То есть есть знание, которое достигается путем, знаете, как это, эмпирически. То есть вот есть, например, очень большие мудрецы, которые исследуют природу постижимой реальности. Вот они, эту постижимую реальность, то, что можно постигнуть органами чувств, они ее исследуют, исследуют, прям заходят глубоко. Вот эти грети там были, греческие философы. Они прямо доходили своей мыслью до, до вот очень, как сказать, ну до очень глубинных разделов постижимой реальности. Но есть, они доходили всегда до стены, в которую упирается человеческий разум. Есть известная история, по-моему, это про Аристотеля. Как Аристотель, он ходил по берегу моря, и он напряженно о чем-то думал, 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 думал. Прямо вот он был погружен в свою мыслью, в попытку постигнуть, как работает этот мир. Также думал, например, Исаак Ньютон, он сидел вот так вот иногда, он сидел часами, сидел, 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 размышляя над одной какой-то идеей, и он вот по два, по три часа, он сидел, не открывая глаз, не двигаясь. И мыслью он пытался понять, как работает там какая-то физика, которую сейчас любой школьник учит, эту ньютоновскую физику, он это уже знает. А Ньютон, это он додумался, он это открыл, он разобрался, как работает. Но вот этот Аристотель ходил по берегу и напряженно думал над какой-то идеей. И тут он увидел мужика, который также напряженно бегал и ложкой из моря брал воду, и с ложкой бежал и выливал воду в ямку. И Аристотель, это была очень такая картина непонятная, он остановился, этот мужик, он берет ложкой, воду набирает и в ямку ее выливает. И Аристотель ему говорит, что ты делаешь? А этот мужик, он тоже был философ какой-то, он говорит, я что не видишь, я море переливаю в ямку, у меня задача это море перелить в эту ямку. Аристотель засмеялся, говорит, послушай, это нереально, море перелить в ямку, это нереально. А этот философ ему говорит, а ты думаешь, что ты можешь своим маленьким умом постигнуть непостижимую реальность? У тебя такая же задача нереальная, ты пытаешься умом постигнуть непостижимую реальность. Теперь вопрос в Талмуде, откуда знали наши мудрецы? Они знали от Бога, то есть они заходили за пределы постижимого разумом человека, они уходили в ту реальность, которая называется пророчество, то есть это духовное пространство, в котором они получали знания от того, кто создал мироздание. То есть это было как раз то главное, что начал Авраам Авину. Авраам это был первый еврей, первый, кто установил контакт вот такой вот с Богом. И Авраам, он написано, что он до этого изучал то, что называется Авода Зара. Когда он родился, он родился в семье мага, действительно вавилонского мага. Папа его был обладатель магического знания. И Авраам, он написано, изучил вначале все и дало поклонство. Вот все, что было, вся астрология, все, что может постигнуть человеческий разум снизу, Авраам, первый еврей, он это все постиг, изучил. И он понял, что есть тот, кто это все создал и тот, кто над всем этим. И он установил контакт с Богом, он установил контакт, он вышел за пределы реальности, за пределы звезд, за пределы физической реальности, которая вот называется природа, да, то, что называется природа. И он вышел туда, где уже нет законов природы, это духовная реальность. И установил контакт с создателем этой духовной реальности. И откуда знали мудрецы Талмуда про продолжительность лунного месяца? Они знали абсолютно все от создателя мироздания. Просто это как бы понятно. И в Талмуде они как раз, уже в Талмуде мудрецы Талмуда, они были уже не пророки, они уже изучали знания Торы, которые получили от Бога пророки. И когда они это знание, они его пытались перевести на человеческий язык, на язык понятных и точных определений. Поэтому весь Талмуд, он состоит из исследований, из задавания вопросов. Из вопросов, а почему это так? Кто это сказал? Откуда мы это знаем? А если этот закон такой, так почему он тогда противоречит другому закону? То есть Талмуд это попытка выразить человеческим языком непостижимую духовную реальность. И это очень сложно, очень сложно описать, даже такие простые вещи сложно описать языком, что такое там любовь, что такое закат, что такое... Даже попробуйте описать человеку, который не кушал фейхуа, что такое фейхуа, да? То есть вот человек, который кушал фейхуа, и он знает, что такое фейхуа, он его держал в руках, он его ел. Попробуйте человеку, который его не держал в руках и не ел, описать фейхуа. Понятное дело, что это настолько сложно даже фейхуа простой описать. Теперь, значит, мы сейчас приближаемся к празднику Песох. Я хотел буквально еще пару минут рассказать о том духовном прорыве, который можно получить в ночь, которая наступает с... Значит, ночь с субботы, вот когда наступает ночь в субботу, выходят звезды, это наступает ночь, самая, ну такая очень особенная ночь в структуре мироздания. В это время, в эту ночь, ночь субботы на воскресенье, в мир заходит особенное, скажем так, духовное влияние, когда Бог, Бог создатель мироздания, тот, кто за пределами мироздания, тот, кто над всеми этими законами, он сам лично... То есть, вот это влияние Творца, Создателя, Создателя реальности и мироздания, он тот, о котором мы просто... Мы не можем его описывать, мы фейхуа не можем описать, как мы Богом можем описать. Но он, вот это влияние, оно заходит в этот мир, это влияние абсолютно творческое, это то влияние, которое было в ночь исхода из Египта. И в эту ночь, если правильно ее провести, что значит правильно ее провести? Есть специально, это называется Лейл Седер, ночь порядка, специального порядка. Если по-правильному провести Лейл Седер, как раз в эту ночь кушают мацу, рассказывают происходят из Египта, выпивают 4 бокала вина, 4 стадии освобождения, можно присоединиться к этому духовному влиянию, очень высокому, мощному и сильному, и выйти из своего личного Египта. Египта это порабощение, то есть человек, человек как душа, он порабощен своим телом, мы все являемся рабами своего тела, тело заставляет нас кушать, заставляет нас пить, заставляет ходить в туалет, тело заставляет нас страдать, когда что-то в теле ломается и болит, то есть человек находится как бы он в оковах, в рамках своего тела, и человек находится в рамках своих убеждений, правил, принципов, своих каких-то привычек, ментальность, привычек физических. И как раз вот эта вот ночь, она позволяет выбраться из внутреннего вот этого Египта, куда? На духовную свободу. Что такое духовная свобода? Это соединение со Всевышним, Создателем мира, и как мы с ним соединяемся? Выполняя его заповеди, и в этот момент ты выходишь на настоящую свободу, то есть твоя душа получает питание, вот это вот духовный свет самого высокого уровня, и, значит, можно освободиться и от лошонно-развого языча, и от всех-все-всех других вредных духовных привычек и материальных привычек. Все, значит, готовимся к Песоку, почитайте про Песок, как правильно провести эту ночь, правильно с точки зрения закона Аллахи и правильно с точки зрения духовности. Вот если мы сейчас найдем, очень хорошо про все вот эти вот внутренние настройки духовные, очень хорошо пишет Раф Ефим Свирский. Раф Ефим Свирский, он как раз очень известный в мире был психотерапевт, врач, и он потом стал раввином, и он как раз вот очень красиво, и второй есть Раф Тверский, Раф Тверский это в Америке тоже великий психиатр, который одновременно, он хасид из, хасидской династии Чернобыльский хребе, и вот как, ну вот на русском языке Раф Свирский, он как раз дает вот эти вот внутренние настройки, как почувствовать это время, почувствовать этот день. Все, удачи, всем успехов, как желают Песок Кошер в СМЭх, Кошерного и веселого праздника Песок, и завтра мы более подробно узнаем о том, почему все-таки, даже если трое узнают о ком-то вот этот, услышали уже лошона разное языча, почему все-таки Хавицкая им говорит, нельзя передавать дальше. Хотя в Талмуде написано, что можно, но Хавицкая им доказывает, что нельзя. Значит, завтра я вам постараюсь разобраться сам и объяснить вот это вот противоречие. Все, всем пока, счастливо.